Первый октябрьский выпуск спортивной передачи приветствую всех зрителей. 926 день рождения нашего города этому событию спортсмены пенчане стремились посвятить свои победные результаты и первыми кто делает такой подарок становятся ястребы. Напомню, что накануне с командой случилось неожиданное крупное поражение, которого и не припомнить в истории наших хоккеистов. Ястребы в ответном матче с Ю-18 проигрывают не забросив ни единой шайбы. До этого победили молодежку. Правда с минимальным счетом 0-1. А тут 26 сентября уступаем, как говорится, в сухую 7-0. Постараться не сдать игру в праздничный для Пинска день пришлось в воскресном матче на домашней арене с юниором. 2-3 гости ведут в первом периоде. Во второй части игры соперники разменялись по шайбе. И 2-1 ястребы удачливее. В третьем периоде счет таким образом сравнялся. И вот он победный гол нашей команды. Овертайм Всеволод Шарапов, который до этого уже успел забросить шайбу, разыгрывает ее со Станиславом Котовичем и приносит своей команде успех. 6-5. Так местные болельщики ястребов стали свидетелями очень напряженной борьбы и получили от нее немало ярких и волнительных эмоций. Юниор не оказался слабаком. Встречаясь с ястребами в понедельник, поквитался, забросил три шайбы, а в ответ получил всего одну. Гол перестижа своей команде почти под занавес встречи. Организовал Никита Веренич. В команде соперника трижды отличается Герман Пироговский. Тем не менее, тренерский штаб пинской рядовой дружины играми с юниором остался доволен. Ребята добавляют с каждой игрой. Работаем дальше, отметил Алексей Вербицкий. Увы, не удается порадовать город в его день рождения футболистам волны. Они не в силах одолеть витебский Макс Лайн, даже ведя в счете в первом тайме. До перерыва подопечные Сергея Асковича успевают отличиться дважды. Владислав Сириська заколачивает мяч уже в самом начале встречи. Правда, после этого гости быстро отвечают. Увеличивает счет в пользу волны. Это была всего десятая минута игры Максим Гречиха. Он удачно пробивает финальти за фулл против его же. А вот дальше последовали неудачи и почти тысяча болельщиков волны становятся свидетелями голевых ситуаций, когда их команда, больше не забив, только пропускала. Три мяча Станислав Лицко не в силах остановить на 60-й, 63-й и 74-й минутах. Все три гола забивает один игрок Макс Лайна. Иван Грудько – лучший бомбардир этой команды. Очевидно, что при его меткости у наших спортсменов не случается блокировать данного футболиста. А надо было бы. Таким образом, волне пришлось расположиться на сегодня в середине рейтинговой таблицы. На девятом месте из семнадцати. На седьмом находится Островец – ближайший соперник Пинчан. И всего в шаге от победы были стын лесовцы. В субботу на базе Академии футбола они сошлись со сменой. Эта встреча изначально предполагала быть непростой. Поддержать пинскую команду, за что ее футболисты были очень благодарны, пришло 270 зрителей. Волковойская смена – успешный соперник, выступая в Гродненском дивизионе. Эта команда пять раз побеждала и всего единожды. Случился ничейный результат. Досадно, но в ответственном финальном этапе сразу несколько игроков, значимых в команде Пинчан, не вышли на поле. Николай Коляда, Виталий Рушницкий, Максим Головач – дисквалифицированы. Вдобавок был травмирован Игорь Курган. Тем не менее, стын лес бой дал. Его игроки неплохо держались в защите и нападении. Несмотря на это, пропускаем, но единственный мяч в первом тайме. Сравнивает счет Даниил Козека. Увеличивает разрыв Олег Курган и сохранить бы такой результат. Но гости за 15 минут до конца игры сводят ее к ничьей. Подопечные Андрея Лясюка не смогли переломить ситуацию в свою пользу. И тому приходится констатировать. Плохо, что стын лесовцы опять нарвались на горчичники, из-за чего и отсутствовала на матче тройка нужных команде игроков. Смена, заявит главный тренер Пинчан, хороша по уровню игры. Был ряд нереализованных моментов, а в пропущенных голах виноваты все. Противостояние стын леса – это минский трактор. Кто лучше на минувшей неделе, поспорили пограничники. Пинск принимал участников чемпионата органов пограничной службы Республики Беларусь по мини-футболу. Четыре дня понадобилось, чтобы из десяти команд определить тройку призеров. Попасть в их число постарались пинские пограничники, которые не один год увлекаются мини-футболом и выступают в данном чемпионате. Однако спортивная фортуна не благоволила нашим стражам рубежей. Из пяти поединков они побеждают только в одном. Не первый раз соперники Пинчан доказывают, что с ними надо считаться и надеяться только на свое мастерство. С каждым годом уровень чемпионата этого растет. Я не скажу, что тут есть слабая команда. Тут все примерно одинакового уровня. И как бы опасаться нужно всех. Тут может любой выстрелить, как говорится, футбольным. Брестская пограничная группа – вот кто стал главным победителем четырехдневного чемпионата. Они фотографируются на память с талисманом турнира Лисенком Лесиком, мини-футболистами из Института пограничной службы, обладателями второго места и командой из Гродно – бронзовым призером. Любят поиграть в мячи представители правоохранительной сферы. На минувшей неделе состоялся турнир по мини-футболу, приуроченный ко дню образования патрульно-постовой службы милиции. Ее сотрудники собрали свою команду, пригласили посоревноваться коллег из ГУВД, а еще парней из молодежных отрядов охраны правопорядка, дружинников и студентов-иностранцев, обучающихся в Пинске. Организовали состязания, которые проходили на поле Академии футбола сотрудники городского отдела внутренних дел совместно с активистами движения БРСМ. Целью турнира было не только выявить сильнейших, но и сплотить между собой его участников. Как отметил командир роты ППСМ Эдуард Копачев, подобные мероприятия способствуют общению молодежи и сотрудников милиции в неформальной обстановке. Добавляют спортивного азарта, позволяют подтянуть их физическую форму. Она в итоге помогла Юрию Жуку стать лучшим защитником. Дмитрий Ворон признан лучшим голкипером, а лучшим нападающим был определён Санжар Риэмбаев, парень из Узбекистана, студент по ЛСГУ. Он также помог своей студенческой команде занять второе призовое место турнира, подвинув на третье сборную ППСМ. И дружинники – это были главные лидеры соревнований, которые уже стали традиционными. Гимнастика, как известно, изящный и красивый вид спорта. Увлекающиеся им пинчане недавно отметились неплохими достижениями. Достичь их удалось на открытом первенстве Брестской области по спортивной гимнастике. Команда «Пинска» с дюшер номер один заняла третье призовое место. Свой вклад в это очередное достижение наших юных гимнасток внесли Мария Володько, которая выступала по программе КМС, и ей присудили бронзу турнира. Такую же медаль, но соревнуясь по программе второго разряда, добыла киразоз. Немного лучший результат у Полины Невдах. По программе третьего разряда она поднялась на вторую ступень почётного пьедестала. Такими достижениями пинские гимнастки порадовали своего тренера-преподавателя Лилию Козубовскую. Надеемся, не последний раз. Нелёгкие килограммы. Тяжелоатлеты нашего города выступили на домашнем турнире, традиционных соревнованиях на призы таможенного поста «Пинск» в Брестской таможне. Наградами пришлось поделиться с приглашёнными штангистами из других городов, но и себе оставить не одну медаль. За то, что таможенники не первый год вкладываются в организацию турниров, проводимых на базе с дюшер номер пять, её руководство очень благодарно. Спортсменам поддержка спонсоров никогда не лишняя. А у штангистов их почти нет. Таможенники, можно сказать, сейчас единственные меценаты юных атлетов. Это наши давние партнёры, наши кураторы, которые нам помогают вести наш вид спорта, организовывать соревнования, любезно предоставляют нам призы на данные соревнования. Мы в этот раз, опять же, по приглашению приехали к нам команды Гомельской области, Брестской области. Всего собралось участников более ста человек. Пинские штангисты на родном помосте не могли не проявить себя. Первое достижение – два серебра, три бронзовые медали и одна золотая. Она достается ученику тренера Александра Дымара Никите Мельянцу. В его призовой копилке теперь уже 12 наград высшей пробы. Добывает их спортсмен, можно сказать, состоя в семейном подряде, шутит главный судья турнира. Он же директор Пинской школы штангистов. У него старшая сестра одна, старшая сестра вторая. Старшая и нынче тренируется. И своим примером он за ними тянется. И тренируется регулярно, регулярно, трудолюбивый, дисциплинированный. Поэтому и результаты. Самое главное – это хорошо тренироваться, как Александр Леонтьевич говорил. И не беситься на улице, в школе. И не курить, не пить. Ну, вот этого не надо. Пришел на тренировку, не баловаться, ничего. Сестра Никиты Инна Мелянец для семейного архива сняла на видео его успешные подходы к штанге. В рывке было поднято 57 килограмм, в толчке 65. Спортсменка рада, что когда-то привела брата в с дюшор номер пять заниматься тяжелой атлетикой. Он пришел, позанимался. Сначала так, туда-сюда халявил, ему разок так, оп, говорю, иди давай. Он пошел и все, начал набивать эти рекорды, брать с меня примеры. Вот я выступала на кубке, тоже второе. Говорит, Инна, ты молодец, я тоже так хочу. И вот набил результаты, что вот сам себя превзошел. Инна, скажи, а насколько близок твой брат Никита к твоему личному медальному зачету? У него 12 золотых, там серебряная и бронзовая. А у тебя сколько медалей в копилке? У меня медалей, может, где-то около 30. Ну, недалеко. Всего 11 наград было вручено пинчанам. У Никиты Мельянца единственное золото. Вместе с ним было еще пять серебра и столько же бронзы. Больше медалей – полтора десятка. Досталась сборной из березы. А главный приз от пинских таможенников получил Максим Остапенко из команды Брестского училища Олимпийского резерва. Отметились пинские штангисты и в ходе празднования Дня города. Они организовали спортивную локацию, где показали мастер-класс и предложили желающим побыть на их месте, поднять штангу. Таких нашлось немало. И у многих справиться со спортивным снарядом вполне получалось даже у юных пинчанок. Чем еще порадуют пинские атлеты, футболисты, хоккеисты и представители других дисциплин, расскажем в следующий вторник. До встречи!